Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Крут они Так, ну все, я здесь, все заработало, кто-то уже к нам даже кто-то смотрит, а почему же я... Ладно, забил, забил, если... А, нет, вот все-все-все, подтянулось, все зрители, все подтянулось. Давайте миссии быстро, господи, я здесь вообще все забыл. Так, быстрый вылет. А, где-нибудь здесь появимся, давай, ооо, ооо, как все у нас здесь круто стало. Японцы... Смотрите, обычный коллекционный. Вау. Так, у меня типа не все они, но почему-то они здесь. Раз-раз, проверка связи, проверка-проверка, я здесь. Давайте на наши любимые фэнки. Сложность. Пофиг. Пофиг. Бл-бл-бл-бл. Высота. Давайте из трех. Начнем. А, так. Мне главное, чтобы сейчас все подхватилось, все работало и все было чики-пуки. Поехали. Поехали. О, у нас даже цель здесь есть какая-то. Но наша главная цель сейчас это... Сори, 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 сори. Все как всегда. Никогда же... Что-то задержка большая для твича. Хм. Фу. Так, давайте вот так сделаем. Нет, вроде. Буквально две секунды. О, Бег. Привет. Один, два. Видишь, вроде как это... Вроде быстро. Так, у меня Трекер не подцепился. Я сейчас его подцепил. Сейчас перезапускаю еще раз. Вроде быстро. Ничего. О, может, у тебя что опять с интернетом? Отмотать там, в принципе, тоже нельзя никуда. Как долго-то... Это вот он на SSD стоит. Но, в принципе, мне кажется, он вообще не влияет. Никакоим образом. Что за обнова? Короче... Аааа. Точно. Бег. Мы же не озвучили. Что за обнова? Не лень рассказывать. Сам толком не следил. Не знаю. Значит, смотри. У меня... В чем суть? Обнова, по идее, у нас... Мы же можем даже карту другую выбрать. Смотрите. у нас хайлайн хайлайн ланд появилась карта это вышло обнова последний театр ну крайний театр который не делай военных действий рахайлайн какой-то появляемся трех пищах ожидаем здесь увидите так погода ясно высота облаков и надо ожидаем здесь увидеть новую район район он рейн line короче вы поняли что это хрень немецкая ожидаем здесь увидеть новую физику по перегрузкам в принципе собрались мы здесь ради этого но давайте попробуем а и читай ну и и как альда там по сахаре сам немецкий учил ожидаем посмотреть что с перегрузки стала потому что обещали что она станет так скажем имея и будет иметь накопительный эффект больше меня интересует как сейчас выглядит отрицательная перегрузка насколько она хороша плоха ну и полета у это прям уж более поле так джойстики есть это здорово ну вот смотрите нет и надо ничего включать устал запит так приятно вам слышно как запит или сделать погромче раньше советы редко сопели что-то лодку качает насосом что ли я не пойму давайте еще по устаём давайте разгонимся так заснул вау он упал он упал оп проснулся огонь огонь ну на отрицательную ему как было пофиг так и пофиг нет чуть 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 набирает не вытянул не вытянул окей ну блин мне понравилось как он бульк и нету классно блин мне понравилось брыш такой вот в кабину ну по первым по первым впечатлениям и ощущениям вроде бы как потух начал притухать немножечко морить от а подсказать откуда здесь вот здесь шарик центре это прикольно какая-то версия там что покрутим на нем слышите да засасывает так-то вроде смотрится неплохо что мы там уже перегрелись пыль что мы там уже перегрелись пыль здесь уже сорвана как я понимаю контровка лупит он за 60 обороты наддув покупал новые самолеты да и также на стриме накидали мне ребят это пальто с дкс не сравнимо абсолютно согласен здесь она вот если сравнить ее и war thunder конечно то здесь будет классно так пошла накачка почему-то он вот в этой точке только то есть не в самой мёртвой а лица не самой нижней . начинает ссыпать чему-то вот в это сигнал есть тоже и к с она строится база или дальность фиг его знает честно и гироскопический ну чё-то так себе трассируя что меня сегодня тянет похоже что вообще прицела нет нет он есть коллиматор вот надо просто наверно настройки на лице чем-то коптит коптят сейчас все кстати так давайте следующего вызовем как в этом п-38 я выговорили у или 120 давайте его посмотрим про гироскопический нет вам тоже мне тоже показалось что сейчас вот эти посмотрим потом сядем на какую-нибудь лавочку как пеха орет ешки матрешки это пан дура я манал чего него пулеметы сверху чего-то это за хрень сверху воздухозаборник лопата такая так себе мне ну не не к тому что как он сделано мне этот самолет вообще не нравится двигатель от наверно под 40 это вообще мне непривычный вид ну вот инертность наверно добавили как вы хотели зареки ручки как все равно не то наверно да инертность скажи блин ну дура конечно к здорово и что прям чтобы он устал устал что мы сейчас будем постоянно задавливать перегрузкой мы будем терять высоту чем чаще дергаешь тем труднее это должно вот сейчас давайте попробуем хотя бы штук шесть петель и потом сравним ощущение уже насос не качает такой он вяленький по первым ощущениям я не знаю каким он должен быть по первым ощущениям ощущениям вяленький и очень резво отвечает жене ручка а вроде так же дергать то есть просто не сильно высоту терять наверно прикольно его будет на берлоге увидеть на дуэльном сервере ну в смысле в дуэли так вообще огонь кпк на время наверно вряд ли в то время то его не было точно потому что они любили не покрутят ну по как минимум мы лавку посмотрели что она как минимум засыпает пилот если есть вероятность что заснет если будет сильно прям выдергивать вот например хлоп эх ты этот поживее будет чем наш мой лавковод нет колен че шапан уснул а он не хочет засыпать давайте наберемся в принципе вот как бы вышел я из по ощущениям вышел из режима перегрузки да и вроде как он также и остался такой же бодрый и рожи постоять давай попробуем здесь хоть варен максимально оставлю в принципе а и 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 а да для такой махины согласен пощущи она нет вон есть разброс куда свалился что оп о спит оп проснулся это огонь я не помню было ли такое раньше не было в принципе давно уже не засыпали на перегрузках поэтому трудно сказать ну вроде бы вот как я не знаю есть такое ощущение что вроде как помутнел немного экран если долго летать и постоянно давить перегрузки наверно да он будет возможно прям оп все он как подключил сейчас он все еще спит смотрите спит в на этот раз уже спит дольше эй оп попробовал перегрузку уже попробовал эту господи отрицательную двигатель глух видишь есть какой-то эффект но так давайте мы сейчас еще раз его попробуем усыпить и посмотрим сколько на этот раз заснет вот по ощущениям по видимости за кабинного пространства я вижу что вроде бы как такое помутнение есть то есть предполагаю что это все таки но присутствует господи скажите я вам скажу присутствует эффект усталости пускай не такой как бы какой бы я хотел но вот он стал смотреть по картинке видно что он немножечко немножечко помутнело я хочу набрать сейчас высоты побольше еще раз его усыпить мех здорово привет на другой самолет пободрее сейчас да сейчас возьмем то у нас там мпс либо спидфайр они там любители были разгонять его и выдергивать обновку до просто тупо посмотреть как работает перегрузка даже до стрелять воевать пойдем ну и как это тут тоже блин ну здоровый он конечно я манал интересно легко по нему будет попасть и так же как пеху собьешь от старших расскажи что поменялось значит смотри вот эта новая карта у нас есть и райнс так какой там короче он деплата которую ее выпустили выпустили п-38 п-51 и темп с темп с темп очень летали и по заверениям разработчиков пилот теперь должен уставать от перегрузки ну как минимум мы добились того что на лавке он уснул отрубился на п-38 также уснул отрубился и по ощущениям за кабинного пространства обзорка а ну вот видишь еще когда прислоняюсь к фонарю слышу воздух как там крутится по ощущениям обзора за кабинного пространства так ну как бы помутнение в нем есть то есть вот он два раза у меня уснул так несколько раз мы покрутили петлю поэтому я думаю что да некий эффект усталости присутствует но сейчас хочу вот его усыпить и посмотреть сколько на этот раз он проспит ой блять боюсь он не проснется до конца до того как упадет посмотрите с каждым разом он спит все дольше и дольше чуть колесо не прилетел в лапешник так давайте темп 100 возьмем короче давайте сейчас так мы засыпаем смотрим сколько он спит первый раз здесь же сколько спит второй раз сколько спит 3 только постараюсь теперь заснуть когда будем вверх идти чтобы он хотя бы успел проснуться флапс закрыл какие-то скоростные что не знаю надо потом посмотреть что за темп сдали какой он из мпс мк 5 серии 23 700 практически потолок 10 800 время виража предельно потяги 20 секунд 270 так короче пофиг сдохнет так сдохнет двигатель нам главное вот видите сейчас более голубое такое небо что ли так давайте настроим сразу вид по умолчанию чтобы он у нас был максимально отдален так ну внешний вид посмотрим блин мне вот конечно все подпиши что у него в крыльях стоит можно будет потом еще посмотреть что за вооружение предлагают ух ты ух ты нет он смотрите как за ручкой рвется ё-моё вы видели как он заснул он просто с горизонта чпонь заснул ух ты это не утюг нифига это имба новая смотрите как он крутится он просто через хвост переворачивается да по звуку по этим ё-моё мне кажется новый убийца ну смотрите как бодро виражировать так где мне здесь скорость это скорость, да? очень бодрый вираж очень бодрый, очень бодрый Отрицательно на нём сделаем. Давай сейчас разгонимся. О, какой-то аэродром, смотрите. Тетонный. Оп, заснул, дядька. Не успел дотянуть. Он просто с места засыпает. Тупо. И его чуть-чуть качнул, и он уже засыпает. Вот, отлично. Делаем обратную петлю. На отрицательной перегрузочке. И уже не запускается, конечно, при отрицательной перегрузке. Смотрите, бодрячком, бодрячком. Я не знаю, насколько это имбовость, но тупо даже без скорости мы на нём продолжаем крутить отрицатель. Давайте разгонимся немного. И на отрицательной пошли. Угу, не вышло. Чё, чё-то хз, да? Ууп. Нормаааас, видишь, всё нормаас. Какая перегрузка? Не, я же британский орол. Не слышал ничего про перегрузки. Че мне там ваша физика? То, что он и так засыпает, это огонь. Вообще классно. Давайте еще разок. Усталость тоже какая-то странная. Ну, смотрите, как он тянет. Он просто сразу, сколько там, семеру выдает? Тупо с горизонта. Даже не с пикирования. Я хочу прямо вот сейчас над полосой низко перевернуться и выйти на отрицательную. Но он уже подустал, смотрите. Немножечко сейчас будет отзывчивость, наверное, не та уже. Еще четыре их испаны. Подустал. Чаще стал засыпать. Однозначно. Я не знаю, что такое X-Wing. Че-то страшно. Так. Какой вывод могу сделать? Только по первым впечатлениям. Никаким образом не... Как говорится, не претендую на реально правду, да. Давайте я еще раз его возьму. Мне очень понравилось на нем летать. Возвращаются, наверное, нет. Че-то слушай, ага. Он, наверное, так и уперся, так и держит. Но не сути. По первым впечатлениям, усталость от перегрузки есть. Пускай она будет не очень быстрая, как я ожидал. Но и не факт. То, что я ожидал, так и должно быть. То есть, через сколько ты должен устать по перегрузке? Трудно сказать, да. То есть, но некий такой эффект. Эффект замыливания картинки присутствует. Засыпать начинает после каждого раза все быстрее. То есть, при меньших перегрузках с каждым разом. Вот. И что еще? Ролл, пожалуйста, ролл. Но не хуже, чем на Мессире, точно. Точно не хуже. Так, давайте я все-таки попробую свою фишку, что я хотел. Выйти на малых высотах над аэродромом. И крутануть, попробовать успеть крутануть. Хотя, вряд ли, наверное, мне кажется, там потери очень огромные по высоте. По крайней мере, уже хоть что-то, да. Но вот это вот, выдавать с горизонта сразу семеру, при этом засыпать. Максирометра здесь нет, я не вижу. Ну, не знаю вообще. Ну, должен. Здесь нет. Давайте выводим максималочку. Попробуем сейчас петелечку. Сначала положительная перегрузочка. Горизонт, пошли. Вот тупо он просто в вертикалке он уже засыпает. Это жесть. Я не о том, что такой пилот хлипенький попался. А о том, как крутит Tempest при даче ручки на себя. Очень, очень, очень бодро. Прям мега отзывчивый самолет. Смотрите, заканчиваю петлю на большей высоте, чем начал. Без каких-либо проблем, даже не засыпая. Окей, давайте сейчас мы с вами... А давайте прямо сейчас и сделаем. Так, чпонь. Перевернем и попробуем то же самое, только в обратную сторону. Пока полет нормальный. Пока полет нормальный. Переворачивается просто через... Как ощущение, через хвост переворачивается. Успею? Успел. Просто как будто он повис вокруг центра тяжести. Все, пожалуйста. Давайте сейчас сделаем пониже. Мое мнение. Зря они добавили уст... Дискуссионный параметр в игре. Нет. Ориентироваться, особенно на нашей комьюнити, наверное, не стоит в этом отношении. Да, я считаю, усталость была нужна. Засыпать пилот должен при офигенно больших перекусках. А сейчас мы попробуем еще немцев. Реально ли его усыпить? Потому что немец очень затяжеляется сильно. Потяжелее он... И потяжелее он этого... А, ну нет. П-40. П-38, наверное, вряд ли он потяжелее. Давайте вот на такой высоте начнем. Успеем мы закончить или нет. Но по ощущениям, немножечко посерел у него экран. То есть я делаю вывод, что ему поплохело все-таки пилоту. Думаю, что... Нет, меня переворачивает. Я делаю немножечко кривовато. Немножечко кривовато, не совсем чисто. Давайте, ладно. Пускай. Нет, тут он и шака, наверное, перекрутит даже. Пытаюсь держать горизонтик, чтобы выйти на реально отрицательный. Все равно чуть-чуть скорости не хватает. Перекрутил он. О-оп! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И-е-есть! они не совсем чисто конечно но сам факт того что мы вытянули того что мы вытянули уже заставляет кое о чем задуматься скорости было не очень много подняться вверх практически не успел обратить внимание как переворот у и сглазил 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 но тем не менее мы вышли тем не менее мы вытянули уж спорно спорно я не спец ни в коем случае не хаю и холиварю как правильно называется на просторах интернет но спорно чуть сместил меня вот этот перевалочка будет очень больно пить по немчикам очень больно реально бомба бомбовоз гоняться смотрите он посерел посерел немножечко кран легкого полет до сих пор я хожу на максимале никаких проблем пока с двигателем не наблюдается но я а хотя нет перегрев масла уже пошел че-то слегка у полет давайте еще раз попробуем от себя чем но уже его не быть он уже ни в том состоянии сможет я надеюсь что хорошо пошли заглохли зря вы голимые голимые голейого реально ли но это был кадр неплохой запрашивай ребенка квартан хлоп-хлоп отремонтировали не на вышли красиво красиво надо было но нет сидел бы в кабине может быть и так не отреагировал но по ощущениям он открутиться вокруг где-то вот как раз с кабины да то есть он хвостом именно поэтому и зацепил такая бомбовая нагрузка давайте глянем его бомбу нагрузку давайте глянем чё на него можно вообще подвесить так настройки оружие так у него еще и двигатель есть крутой прибавка скорость 23 км в час ищу я не знаю большая это нет еще люби люби 500 и давайте попробуем ее бомбану посмотреть как разорвется наров нет и по моему версия это в этом песта у нас пока по крайней мере 1 блин я прям жалею что вот такой кадр запороли да вот с этим вот красиво прям достойно либо печи это можно сделать а потом сделайте прикольно яркий момент что на чем не сбрасывать бомбу знает так давайте всего ушки две по 1000 я не знаю чё ты его 500 неплохо видишь здесь две по 1000 ешки матрешки так я нашу гром давайте его прям просим вон он вот чем мы штурмить теперь будем на таве кстати я не знаю чё там ставом когда он будет я планировал вообще полетать но появились сейчас немного другие планы в плане пкс и 1000 фунтов то есть у меня сейчас 1000 фунтов это что это 500 килограмм чё вопрос как он их скидывает по 1 или сразу 2 куда вот скину вот на эти вот склады мы вернем появились небольшие так скажем а мед если можно сказать о дкс по обучению 39 возможно многие уже знаете слышали что я ушел с летучки да и возможно при наличии желающих а можно будет организовать такие наши собственные курсы так то из них скольжение нижней так хочу сбрасывать надо еще вспомнить он по одной еще скидывает обалдеть а у меня еще бесконечный запас неплохо вжаривать смотрите он скидывает еще по одной оп с одной еще можешь летать так а с бомбами с этими смогу я сделать петлю как делал время нет ни времени лет это скажем по личным убеждениям и сошелся мнениями с руководством да хрен его знает какой-то ух ты как ее клинится сразу как же этот блин мягче скажешь как называется этот способ бомбометания с гор они еще вверх летят нер поймаю сам свой язык ох них сила они улетели офигеть ну-ка еще разок вон они пошли вы видите обалдеть эй спаливаюсь блин дайте на бомбу посмотри 6 наверное 6 это не ушуршали ой я там погиб вот это они улетели офигеть это прикинь так можно нас по нулям идешь идешь к складу такой подходишь в горочку пиум пиум и домой через этот через верх прикольно прикольно так ладно этого посмотрели давайте посмотрим в 38 чё нести может так у него увеличенный боезапас осколочно-фугасные бомбы 2002 по 2000 нар есть либо это либо это до 4 по 1000 4 по 1000 ну вот это вот вот это аппарат для тринкенса и поминами когда пошел на горку на восходящий отбросил их и все и ушел сейчас когда делал давайте сказать блин эта тема эта тема ну это площадь какую-то если накрывать атаку 4 4 2 2000 прям за пехой пристраиваешься такой она с горизонта ты с ней по бомбометание по ведущему я уже хочу забудить блин и артем батар надо его это его соблазнить полет пазы с классно бросаясь горизонта блин а где аэродром эй а вон он все отчик такой нашел цель думаешь блин надо как-то незаметно подойти как это сделать давайте по нулям а давать мост какой-нибудь не но в мост и хрен попадут еще вот хотя бы в аэродром попасть в аэродром попасть из видел куда они улетели первый раз так засек ага приблизительно он оттуда начнем горочку сразу чпонь чпонь и через петлю на вы эй еще с развалимся так а так ни хрена не увидишь где цель эти аэродром потерял как можно потерять аэродром он может небольшой а сколько было скорость и 4 даже вообще не знаю скорость смотри а он еще и в километрах в час а миль в час и час так засек где-то вот здесь что мы в районе этой дороге например начинаем ирла здесь уже зены работает но нам пока пофиг мы таки идем 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 прижимаемся еще ниже прижимаемся вот такой на горочку чпонь чпонь через петлю и домой так сейчас я поставлю на автокоризонт и посмотрим за бомбой попали по аэродрому гляньте как отдалить то здесь и просыпы блин попали по аэродрому ты как минимум земный вкус запихали но это да это да так давайте вот здесь мы сейчас f11 нажмем пускай они спокойно дальше так с высоты посмотрим как они разорвутся ух ты это эта штука да эта штука для штуки да не ну я шучу конечно так вряд ли кто так будет бросать фокону с бомбой штуки ну да у по 5 разлетается он классно так чем мы еще хотели с вами посмотреть мустанг мустанг чётом 2 250 ух ты зеркало фигня какая дополнительные топливные баки гироприцел все-таки есть братцы и ракеты он несет и все все равно две подписчики две пятисотки да и 2 250 и боезапас дополнительные пулеметы посмотрите его напичкать ёшки матрешки давайте посмотрим я знаю да что она существует но как вот его правильно применить и прицелиться это уже совсем надо быть я не знаю ну либо не с нулей это делать просто-напросто то есть метрах с трехсот пошел в горку кинул и отваливаешь кстати вот по этому вопросу кто же так кидает ну наши наверно современные уже самолеты аля тэшка может быть да который тепловизором захват нет даже нет это скорее кабан кабаны ему подобные которые кидают бомбы с а ну вот как он выглядит ну да базу как-то надо выставлять как выставлять это фиг не знаю блин вот эти связки ракет конечно мощно смотрятся где они в итоге разорвутся посмотри где они в итоге разорвутся вообще не разорвались что да кого мы без них будем сбивать то машинки только я-то думал там сейчас попа вот у вас какой бодренький по первому счету на пропуск на пропусках можно будет поработать а может бронебойный я тоже по-моему озвучил что катюша хоть бы покачнулся ладно может быть сюда переваться будет потихоньку так чем мы еще не посмотрели на все мы посмотрели мы не попробовали немчиков немчиков в 4 давать самый распространен сам моим ощущениям истребителей что за ноющий звук статья его слышал по дкс тоже не знаю наверно как подрабатывает аэродинамика нет патч норм перегрузку то что здесь присутствует такая хотя бы уже норм да то есть сейчас единственное посмотрим как немцы реагируют вот этот балк из конечно раньше немцев хрен загонишь перегрузку вот я сейчас не трогал о темнее 5 сюда вновь но уже хорошо нет вас вас поглох стоп в ноль я я могу имеешь ввиду под 5 срабатываю грёбаный грёбаный прикир вот он в ноль и стоит нет я всегда вот таком в нуле летая вот я просто хочу усыпить оп оп заснул да не нифига не кончилось оп прилег не огонь мне нравится я буду летать без с чего с отрицательным ничего не сделать минус 3 если забубени давай смотрите он с каждым разом спит все дольше и дольше значит делаем вывод какой делаем вывод что он все таки устает он до сих пор а уже не спит давайте минус 3 минус 4 минус 5 минус 6 и о моё я просто отпустил ручку в нейтраль ребят просто ручка в нейтраль он заснул я не знаю проснется он вообще нет мне кажется сейчас будет сам без меня крутить петли это кстати тема давайте пища на 6 заберемся установим его устоявшуюся петлю через стабилизатор и посмотрим сдохнет он вообще или нет сегодня ничего не делаю чтобы понимали но мне кажется он не проснется уже что происходит ты проснулся чё происходит чё происходит Вот сейчас ручка у меня в нейтрале Чтобы вы понимали Нет, максимала не будем Все, он тупо крутит сам На этом стабе И засыпает сам То есть он такой сейчас Чумной, чумной будет сидеть постоянно Мрет из кабины, просто выкидывает Нет, он также и остается лежать Просто я к тому, что... Ну, написано-то будет у нас Что пилот погиб Нет, тихонько-тихонько, видите, выходит Поэтому он, наверное, и проснулся Ну, это я мог ввести не очень прямую петлю Давайте еще раз попробуем Просто чуть-чуть ручку на себя даю Ну да Стаб поставил и пошел, да? Ладно, все, отпускаю ручку Ставлю только педальки Не разблокировка, он постоянно, видишь, ему надо давать педаль, а он засыпает Ручку я сейчас не трогаю вообще То есть он чисто на стабилизаторе крутит Так вот здесь поправляешь, чтобы он по горизонту шел Ну, это прикольно Нет, ну хоть засыпает уже, классно Во Засвистело в ушах, все заснул Чисто стабилизатором уснул Проснется, нет? Вот он сейчас на косую тихонько-тихонько переходит Наверное, перегрузки будут спадать Ну, в принципе, ни на что не ре... Оп, проснулся Не нужно просыпаться, да-да-да-да Все, засвистело в ушах А высоты все меньше Нет, но высоту тихонько теряет Ничего не скажешь Просыпаться им однозначно с каждым разом Все тяжелее и тяжелее На F4, может быть, и был шестера А остальных, наверное, нет Смотрите, он вообще не просыпается Все, он уже в вираж тихонько... Оп, проснулся По виражу давайте глянем, окей Он в вираже засыпает Это вираж, я понимаю Остальных, по-моему, минус 3 На этом был, наверное На большой скорости он даже в вираже засыпает Нет, это моргает Продолжение следует... Продолжение следует... Так, мне больше сейчас интересует на отрицаловке, как он будет себя вести. Так, давайте разгоним хотя бы на 400. Другой должен... А, должен. Ну, да. Продолжение следует... Нормас. Даже лучше, чем ТМПС крутит. Прицалов. По первым ощущениям. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Близко, 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 земля. Огонь. Кадр огонь. Не сильно тебя туда тянет. О, кстати, кстати, новые дома. Приятно смотрятся. Дура, смотри. Какая прям сразу... Сразу другие. Видно, что другие. Обещали разработчики на встрече с верпилами, да, что... Будет вам еще, говорит, восточный... Будет вам еще восточный фронт. То есть, вроде как, у них есть на это расчет домашки. Но, опять же, как я уже говорил, кто девочку плачет, то девочку танцует. То есть, основная аудитория, которая покупает их продукты, это заграничные коллеги. Ну, соответственно, почему бы не удовлетворить их потребности? По Сакуре вроде как все совсем сложно, потому что Данил тогда сказал, что японцев, во-первых, нужно съездить в Японию, так скажем, и добыть эти документы, да? Это еще, говорит, полбеды. Но она еще вся на японском. И, наверное, еще на техническом Японском. Смотрите, я просто пил вираж. Ну, прикольно. Мне нравится то, что... О, вот эта тема тоже. Только то, что не раздувается, плохо. Я все-таки ожидал, что будет раздуваться, как в этом, как в ДКСе. Был на встрече, да. Мех, можешь глянуть, у меня... А, ты на Ютубе не бываешь? На Ютубе, на канале у меня есть небольшой краткий отчет о том, когда съездил, чисто... Ну, не готовился, поэтому материал такой скудненький, фотки для личного архива, который делал. Плюс там скинули ребята еще некоторые. Нет, вода не раздувается. Вода как зеркало. Ну, немножечко... Немножечко мне вот этого еще не хватает. Вода, земля, чтобы раздувались. Да, там увидишь встречи с верпилами и так далее, это поля. Но было классно. Так, ладно, что мы еще не посмотрели? Так, знаете, мы что сейчас делаем? Я всегда, когда воюю с ботинками... О, он полетел дальше. Всегда, когда воюю с ботинками в дуэли, они от меня встают в правый вираж. Я сейчас действительно хочу поставить... Против... Против ТМПС-то поставить Ишака. Так нельзя, они же не будут биться. Лучше быть врагом. Это же не ДКС. А, можно! Можно, можно, можно. Можно, 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 можно. Короче, главное выжить. Давайте я прям возьму немножечко топлива поменьше. Литров 200. Хотя, о чем мы будем мелочиться? Мы же проверяем полностью, правильно? Не надо нам ничего. Выжить в лобовой, встать ему на 6 и попробовать за ним постоять. Ничего мы не посмотрели. Так, завтра, завтра попробуем вылететь куда-нибудь уже на берлогу, фигугу. Так, увидел я его. Эй, брать! А, кстати, обещали еще ботинков поменять, но, по-моему, не в этом патче, а в следующем их поведении. В смысле, в одном из следующих. Они были немножечко, по-моему, вот видите? Все, он встает сейчас в правый виражик, и я постараюсь за ним пристроиться. Держу по срочкам. Эй! Вот, ну вот почему, когда вы меня так бесите своим виражом, вы в нем стоите. Да, надо стоять, начинаете виливать. Но я не испытываю особых проблем для того, чтобы за ишаком стоять виража. Вообще, то есть, ручка практически нейтральна. Чтоб вы понимали, вот я ручку тяну на себя. То есть, я ишака спокойненько обгоняю. Ну, даже допустим, что это ишак, ну, ишак в плане ботинка, да? Ну, хотя по скорости, смотрите, я его особо-то не обгоняю. У меня режим стоит максимал. Думаешь, не сильно тянет? Ну, фиг знает. Я порой... Блин, ну да, согласен, возможно. По скорости я его вообще не обгоняю. То есть, получается, темп сон будет такой медлененький. Или как? То есть, вот я вполне себе комфортно стою за ним без малейшего даже намека на то, что у меня идет срыв или сваливание. Где Паролова делает? Паролова, да, возможно. Но так... Мы проверяем на то, то, насколько бодро крутится темпест. Ну, по моим меркам. Давайте попробуем ему перекрутить. То есть, я сейчас ему попробую вылететь в шесть. О, в своей шести перед ним. Не, ну я без проблем. Кручу, как бы. Кручу, кручу. Не вижу особо сложности. Короче, это... Спидфайр говно. МП струлит. Особенно на берлоге. Еще вот с такими вот вооружениями. Как четыре Хиспаны. При условии, что я буду попадать, конечно. Но Ишака он виражей не догоняет. Хиспаны что-то не дамажат. Пожар классный они сделали, молодцы. Так, где следующий? Следующий должен появиться. Я пока на максимале. Просто тупо тапку в пол. Попадал бы Бен, но может быть. Будем в это верить. Так, я не вижу его. Там, по-моему, у меня стояли в настройке бесконечные враги. Он заснул в вираже. Эй, вставай, друг. Я заложил вираж, он уснул. Ну, это классно. Да хрена он знает, где я посмотрю. Смотрите, в расклад. Нету, получается, врагов, да? Больше. Давно уже, наверное, сел бы на шесть. Немцев новых, глянь. А что у нас по немцам нового? Я понятия не имею, каких там дали. Так, что нам дали? Нет. Швальба была. Это была. Это была, наверное. Дора 9 была, по-моему. А 5? Дора была. Попробуй темпестом бота сбить на фоке. А, темпеста бота сбить на фоке. Блин, я на фоке вообще не летал никогда в жизни. К4 был. Г14 был. Г6, Г4. К4, по-моему, уже был. Вот А5 его могли дать. А, бот... Так. Здесь мы ставим, сказал, фоку. Давайте А5. Здесь поставим темпеста. Темпеста. А, вот количество противников. А5 стоит водить. Две? Какая? А8 тогда, наверное? Какую-то А должны были добавить. Ладно, сейчас скотокрайний вылет. Недастся не удастся сбить. Голововую бить не буду. Пробую через вертикаль. Ну, возможно, возможно. Да, видишь, я... Блин, ок, и у меня они все на одно лицо. На них летать никогда не летал даже. О, видишь, даже не настроено нифига. Страхолюдина такая. Полевает, гадина. Давай. Блин, короче, я, знаете, что решил? Я буду теперь ходить на фоку. Почему-то я прямо сейчас сел, и мне... Мне захотелось... Научиться на ней летать. Так что... Следующие стримы, наверное, будем учиться на фоке летать. Вот о чем я тебе и говорю. Никогда на фоке не летал. Никогда. Попали. На фоке же особо не покрутишься. Хотя... Знаю я одного... Товарища. Сейчас собьет. Так, разворот, разворот. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, пока у него нос вниз был. Теперь лови подачу. Так, пока читал чат. Чую, прощелкал шесть. Ага. Что-то спил. Получается, что так. Так. Смотрите, как он блестит на солнышке. Классно. Обалдеть. Либо это эффект какой-то добавили, либо... Либо просто... Он теперь таким стал. То есть на фоне земли теперь... Гораздо интереснее наблюдать контакт. Типа блики от солнышка. Прикольно. Хочу вывесить его просто. Сколько я могу давать на дуо-то? И могу. Две пятьсот давай. Прям... Прям классно, красиво блестит. Мне нравится. Никого раньше не наблюдал. Как он там? Во! Пока темнеет. Офига себе. Как он там так? Пролетел-то? Или я настолько криво стрелял? Так, мне кажется, там он уснул, наверное, пилот. Теперь реально можно говорить... И чё там, уснул? Он... Да, я уснул. Отстань. Так, отрицаловку попробуем. И всё, и закончили на этом. Очень-очень неохотно лезем. Я стабилизатор ещё не трогал. Может, из-за этого, конечно. Тем не менее, обратная петля почти получилась. МК-108. УХЗ. Давай сейчас глянем. Ну, блин. Такой дождь, конечно, нехилый. Ну, ни разу от перегрузки у нас сегодня крыло не сломалось. Ну, и я тут ещё ломатель. Давайте глянем сейчас, короче, какое было вооружение. Какие были пушки. И закончим там. Так. На Ютубе я выложу эту беду ещё всю. Что мы с вами сегодня налетали. 108, но я их не вешал. Да. Смотрите. Снять пулемётов. 8 Г-8. Что это? Ракеты. Это что? Бомбы. МК-108. Можно купить тридцаточку. Армаз. Когдашни. Надо звать специалисты. Ну, ладно. Посмотрим. По-любому же он тоже сегодня застримит. Ладно. Короче. Что здесь? Как говорится, мять. Украинский ворг. И жахни по А-20. Блин. Твоё жахни, оно, конечно, громко сказано. Давайте попробуем. А-20. В дуэли, да? Да. А что нет? Выйдем над ним, да потом жахнем. Пробуем вернем. Всё. Ну, это точно крайний. Иначе меня накажут. Что-то не хочет. Что-то не хочет со мной дуэлиться, бегая гад. Так, мне надо ещё какой-то кнопочке переназначить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, хвост отстрелился. Даже земля не рассетовалась. Субтитры создавал DimaTorzok Он тоже стоял, ну блин, вообще не попадал с ним. Чай попиваешь. Всё, блин, этот раз точно всё. Спасибо всем, братцы, что забежали вместе со мной и посмотрели. Что соблазнили меня на такое действие. Завтра, может быть, полетаем уже более плотно. А может быть, побегаем в Тарк. Всё будет зависеть от настроения. Ну, записи, соответственно, я выложу на YouTube. Может быть, какой-то интересный момент с этим мне понравился. С темпестом, как мы выходили на F3. Было прикольно. Ладненько. Спасибо ещё раз всем огромное. Пока-пока. И до новых встреч. Убежай. Убежал-убежал.